Всем тихой ночи! По результатам голосования в комментариях продолжаем читать текст про неудавшихся скульпторов реальности. Хм, как же там было у одного фантаста? Прибор защитника или протектор? А, какая разница? Главный принцип действия. Вокруг меня при приближении грозы возникает непробиваемое поле. Всего-то. Вломиться в небольшой магазин стоя товаров, заткнуть рты, обездвижить персонал с несколькими покупателями, ну и одного убить, чтобы не выдохнуться в процессе тестирования. Оказалось не так просто, как думала, но постепенно получилось. Жаль последнего доканала, когда превратила воздух в хлор для проверки. Защитит ли от газа мой девайс? Защитить защитил, а теперь можно начать веселиться. Надо было читать книжки до конца, прежде чем создавать что-то описанное в них. Кажется, я слегка заигралась и привлекла к себе ненужное внимание. У этих уродов с автоматами оказалось достаточно боеприпасов, чтобы протектор оставался включенным слишком долго. Его подзарядка и превращение углекислого газа в свежий воздух быстро истощило мои силы. Надо было позаботиться о персональном телепортаторе заранее. Они, видимо, догадались, что силовое поле не пропускает не только яд, но и обычный воздух. А когда я наспех сделал его проницаемым для кислорода, использовали какие-то газовые гранаты, лишив меня последней возможности дышать. Уж не знаю, как теперь убираться отсюда. Если сниму поле, то отравлюсь или застрелят. А оставлю, тоже недолго проживу. И даже убить некого, чтобы восстановить силы. Хотя нет, один человек есть. Операция по устранению скульптора прошла успешно. Всем свидетелям выдана амнезиакия. В качестве прикрытия пущен слух о террористическом акте с применением боевых отравляющих веществ, пущенных через канализацию. И использовавшийся скульптором объект, получивший классификацию SCP. В настоящее время следуют с учеными фонда. Я видел, что они сделали с такими, как я. Обычные люди, лишь немного превосходящие их самих. Спартанцы поступали иначе. Но я придумал, как мне защитить себя. Мгновенная адаптация к любым видам оружия. Огонь нельзя сжечь, а воду утопить. Как только я подвергнусь опасности, я превращусь в то, что должно было меня уничтожить. А если будет применена сила, я просто стану нематериальным. Чтобы все ножи, пули и падающие сверху кирпичи проходили сквозь меня. Господи, да я даже из подобрушенной горы выбирался. Знаете, а я не стану этим ограничиваться. Убийца дракона сам станет драконом. И если кто-то все же лишит меня жизни, получит все мои способности, память и личность. Ну что, неведомый враг, я иду. Новый скульптор вел себя вызывающе и намеренно стремился к конфронтации, полагая, что он неуязвим. Он начал беспорядки в крупном городе, подражая суперзлодеям из массовой культуры. Обрушивая здания и устраивая природные катаклизмы. Убивал людей. Защита его действительно была на высоте. Попытки поразить его с помощью оружия или боевой техники ни к чему не приводили. Однако была отмечена любопытная деталь. Скульптор превращался в то, с помощью чего планировалось нанести ему урон. Командование приняло решение поместить скульптора в две враждебные и не сочетающиеся друг с другом среды. Сначала он был пойман в искусственный резервуар с водой, после чего превратился в воду. Затем вода подверглась воздействию зажигательной смеси. Будучи водой, скульптор терпел урон от огня. Однако превратившись в огонь, подвергался негативному воздействию воды. Так он постепенно терял свою массу и исчез. Однако вскоре сотрудник, отвечавший за техническое исполнение данной операции, стал вести себя точно так же, как прежде вел себя СК Р-3ТО-4042. Выяснилось, что убивший скульптора становится его копией. Был разработан новый план. Скульптора подстрекнули к погоне за сотрудниками, в результате которой он был заменен на предварительно эвакуированный полигон. С ним в контакт вступил доктор, который убедил его, что он руководит центром, помогающим развиваться людям с необычными способностями. Он предложил скульптору пройти серию испытаний, которые объявил невозможно сложными. Последний, желая показать свою мощь, уничтожил несколько крупных горных массивов, затем ряд опасных объектов SCP. Пока, наконец, доктор не сказал скульптору, что тот может многое сделать, однако точно не может лишить себя своих сил. Скульптор доказал, что это утверждение было неверно, после чего сразу же был устранен. Когда я осознал, что владею особыми способностями, пожалуй, после защиты второй кандидатской диссертации, это довольно нервное дело, и я был напряжен. Комиссия была настроена по отношению ко мне не очень положительно. Во-первых, потому что считала меня выскочкой, которому не исполнилось и 30 лет, а он уже хочет быть дважды кандидатом. Во-вторых, потому что тема моего исследования была крайне щекотливой. Тем не менее, я справился с ситуацией. Идя домой, я отметил, что вещи таковы, как мне того хочется. Меня это позабавило. Я мысленно приказал фонарю выключиться, и он погас. Я повторил, глядя на другой фонарь, и опыт был успешным. Поняв, что внезапно овладел чем-то для большинства недоступным, я стал втайне развивать свой дар, создавая небольшие предметы, меняя на время законы природы в своей квартире, изменяя собственные качества. Я понимал, что это с разных точек зрения небезопасно, поэтому ограничивал свои опыты, производя их в самых незначительных масштабах. Затем я решил скрыться. Я уволился с работы, сказал соседям, что переезжаю. Сам же продал квартиру, и на вырученные деньги отправился в другую страну, где поселился в горах. Там я занял пещеру, которую сделал невидимый ни для кого, и решил не выходить из нее, кроме случаев, когда пребывание в ней грозило неминуемой опасностью. Со мной были и книги, и все знания человечества. Я начал изучать тайны мира. Из списка аномальных событий. После обвала в *** была обнаружена пещера, которой раньше, по словам местных жителей, не существовало. Внутри обнаружено колоссальное собрание научных книг, около *** томов, и труп молодого мужчины. Смерть наступила в результате падения камня на голову. В момент обвала неизвестный, по всей видимости, спал. Ведется следствие. Я всегда был одиночкой. Не люблю контактировать с кем бы то ни было. Хочу, чтобы меня никто не трогал. К сожалению, не получается. Всегда кому-то что-то нужно. От общения никак не отвертишься. Даже став окончательным затворником, хоть иди отшельником в горы. Впрочем, теперь у меня появились кое-какие новые возможности. Ну так вот, я хочу, чтобы про меня забыли. И чтобы меня никто не видел. Хочу стать абсолютно необнаружимым, и, наконец, зажить спокойно. А потом можно будет придумать, как применить дар поинтереснее. Ну и что вам сказать? Соседки сначала шептаться стали, что квартирка-то заколдованная. Вроде не живет в ней никто. А слышно внутри иногда шаги. И будто воду кто-то включает. А потом, как-то мимо вечером гляжу, свет в окне горит. А я-то все вижу. Помни, электрик еще приходил квартиру ту отключать. Позвонил, и значит, в ЖЭК. Пришли оттуда люди квартиру эту смотреть. И пропали. Как слезнуло их. Как и не приходил никто. Ясно дело, тут слухи еще сильнее поползли. Петька вон, пострел соседский, туда ночью лазить полез. Ковырялся в замке. Я ж видела в глазок-то. А потом вышел. Глаза стеклянные. И убрел себе. И не помнит ничего. Спал, говорит. Ну и кто-то в милицию позвонил. Только милиция туда чью-то не поехала. Работяга какой-то пришел. Говорит коммуникации смотреть. Не от ЖЭКа. Сам один. А на цельном фургоне. Я даже надпись на нем записала где-то. А вот. О-о-о, уникальная сантехника. Поглядел он. Поковырялся тоже. Но уехать не уехал. Два дня там фургон тут стоял. Потом ночью не спалось. Слышу шипит, что это в той квартирке. Потом мужики туда пошли двое. Те же сантехники. Я в глазок гляжу. А они мешок здоровый тащат. И баллон у одного за спиной болтается. Нет, я вам скажу. Не сантехника-то никакой. Спасибо, Файна Львовна. Успокойтесь. Все запишем. Все проверим. Вот как раз чай заварился. Конфеты в вазочке. Берите, не стесняйтесь. Не зря я тогда спать не ложилась. Завтра мастерить. А у меня еще модуль не готов. Сидело, все. Глав злодея накидывала. И тут в голове как щелкнуло. Зачем фейерболы? Зачем вообще все эти дурацкие спецэффекты? Можно же сделать магию абсолютно эффективной. Минимум затрат энергии и максимум пользы. Подумала и все нейроны в мозгу врага отмерли. Захотелось разогреть воду. Разогрела ее, а не устроила костер. Телепорты вместо полетов. Вследствие без причин. Вот как надо. Глянул на окружку, а кофе опять горячий. Это при том, что остыл давно. И сна как не бывало. Хочешь изменить мир, начни с себя. Сейчас мой разум слишком плохо работает. Слишком много рамок и ограничений. Прямой доступ на асферу это плюс. Теперь я вижу массу примеров, как делать не надо. И сейчас я снимаю свои ограничения. Абсолютная эффективность. Вот и я. Это был один из самых сложных эпизодов нашей практики. Скульптор, взявшийся за перекраивание мира, был невероятно прагматичен и целесообразен. Действуя со стопроцентной эффективностью. Более того, он, вернее она, просчитывал все свои и чужие действия как минимум на два шага вперед. Мы ничего не могли поделать. Все наши операции пресекались на корню. Все действия получали решительный отпор. Сдерживать утечки информации было все труднее. Зеленая продолжала выстраивать новый мир. По всей видимости, решив обустроить все в классическом фантазийном антураже. А-ля подземелья и драконы. Затем ситуация усугубилась. На Землю вернулся скульптор, о котором мы знали, исключительно из найденных нами дневников. Тот, которого классифицировали как СК-РТМ-2468. У него были свои представления об идеальной Земле. И он принялся их воплощать из всех сверхчеловеческих способностей. Нечеловеческого ума и полной неуязвимости. Разумеется, эти двое не могли не пересечься. Земля содрогнулась от битвы двух колоссов, от мира зеленых. Ситуация стала угрожать концом света класса ХК. А скульпторы, не сумевшие прийти к компромиссу, продолжали бороться друг с другом. Когда положение стало совсем угрожающим, а зеленые сами отчаялись разобраться друг с другом. Мы послали обоим из них предложение о встрече. Они откликнулись. Парламентером выступал доктор Гирс, который со своим обыкновенным хладнокровием логично и мотивированно обосновал скульпторам ненужность и опасность их существования на Земле, указав в качестве примера на учененное ими разрушение. Рациональные до мозга костей сверхлюди не могли не согласиться. Место встречи опустело, и только ветер развеивал пепел двух величайших скульпторов, покинувших этот мир. Этот случай был сложным во всех смыслах. Фонд впервые столкнулся со скульптором, изменяющим половую ориентацию тех, кто с ним контактирует. Но все же нужное средство было найдено. Даже если на скульптора нельзя было смотреть без того, чтобы превращаться в гермафродита, это не значило того, что это существо нельзя поразить вслепуем. Конечно, бессмертие его и тех, кто его увидел, было проблемой. Но очаг заражения находился в одной точке. Городке. Неподалеку от... В район городка была направлена команда сотрудников фонда, набранных из агентов, первым обнаруживших скульптора и пострадавших от его воздействия, под руководством агента Диогена. Также на расстоянии 6 милей от городка была развернута мобильная база фонда, под началом доктора П... из зоны П... на которой находился выделенный специально для операции SCP-120, предварительно настроенный на локацию L3. Чтобы исключить распространение изменений по центру городка П... был нанесен авиаудар с применением бомб, снаряженных амнезиаком класса D, в виде паровоздушной смеси. После этого команда агента Диогена транспортом вывезла подвергшееся воздействию амнезиака скульптора, измененных им жителей города, в район мобильной базы фонда. Персонал был заблаговременно предупрежден и помогал команде Диогена, на время лишив себя зрения посредством специального препарата. Вокруг городка на расстоянии 8 миль было выставлено оцепление сотрудников фонда. Официально было объявлено, что в городе эпидемия неизвестной болезни. Скульпторы жителей городка, всего П... человек, были упакованы в стандартные оцинкованные ящики для перевозки мертвых тел и телепортированы в локацию Л-3 в течение 7 часов 43 минут силами команды агента Диогена и сотрудников доктора П... По завершению процедуры все члены команды, а всего 5 сотрудников, были обезврежены лично агентом Диогеном, выполнявшим личный приказ У-5 о ликвидации группы посредством применения игломета с зарядами амнезиака класса D в дротиках. Члены группы были упакованы в ящики и телепортированы туда же, куда и предыдущие тела. Агента Диогена, как единственного, кто остался из контактировавших со скульптором, подвергли тестам. Отклонение не было зафиксировано. Скульптор считается устраненным. Агент Диоген получил личную благодарность У-5 за безупречное выполнение задания и направлен для выполнения своих обычных обязанностей в зону. Очень интересно. Похоже, я обладаю способностями мага. Могу делать чудеса, левитировать предметы, зажигать огонь на расстоянии и еще много чего. Это здорово, черт побери. Вот только боюсь, что вскоре кто-нибудь узнает, что я маг, и сдаст меня. Люди завидуют тем, кто лучше их, и не похож на них. Что же делать? Хотя есть идея. Я сделаю так, чтобы люди просто не замечали меня, не обращали внимания. Это вроде невидимости, только лучше. Ни глазами, ни камерами они меня не заметят. Вернее, заметят, но скорее как мимолетную тень, мелькнувшую в уголке глаза. А еще это даст мне возможность получить пользу от своих возможностей. И я буду идеальный вор. И никто не сможет меня остановить. И не увидит меня. Даже если натолкнется на меня, он забудет это, как странный сон. Надо наведаться в банк. В городе прокатилась серия странных пропаж денег и ценностей из банков. После второй пропажи фонд обратил внимание на эти события. На записях с камер наблюдения были видны странные явления. Самостоятельное открытие дверей, падение вещей, телепортация небольших объектов. Примечательно, что охрана вначале не обратила внимания на эти события. Также в хранилищах были обнаружены отпечатки пальцев и кровь. Видимо, преступник порезался об острый край. Было установлено, что это некий. За местом его проживания была установлена слежка. Через день наблюдения были замечены явления, похожие на записи с камер. Было принято заключение, что является зеленым типом, обладающим невидимостью, но не обладающим неуязвимостью. К такому выводу пришли из-за пореза при ограблении. В этом городе фонд владел через подставную фирму двумя банками, и скульптор еще их не посетил. Было решено установить в их хранилищах скрытных 12-мм автоматических пушек. Они были установлены на высоту главы скульптора. Срабатывали при поднятии денег с полок. Хранилища специально переоборудовали так, чтобы у скульптора было как можно меньше свободного места, таким образом увеличивая шанс поражения. И не работали, когда камеры видели кого-то в хранилищах. В течение недели было совершено еще 4 кража, и на вторую неделю пушки во втором банке открыли огонь. Однако охрана не обратила внимания на сообщения о срабатывании системы. Через час в хранилище зашел служащий банка и увидел большое пятно крови на полу. И, как было установлено позднее, мозгов на стене. Позже служащему дали амнезиак класса. Тело скульптора, тем не менее, по-прежнему обладало свойством незаметности. С большим трудом и с использованием автоматической техники было перевезено в зону. Для изучения и разработки контрмер против такой защиты, где сейчас и находится в заморозке. Узнав о том, что мир одно не покорен моей воле, я не слишком-то удивился. Какая разница, является ли нечто реальным или существует только в моем воображении. Для истинного поэта и писателя в обе эти категории равноценны. Даже сейчас, когда вокруг меня в мерцающей аметистовой пустоте переливаются золотые кружева слов. Я вижу то, что видел всегда. Красоту уничтожить, которую невозможно. Когда окончились мои метаморфозы, я знал обо всем, когда-либо сказанном в этом мире. Нет, не так. Я был этим сказанным и знал точно о себе, обо всех, кто был подобен мне, но шел своей дорогой. И о людях, что пытались им помешать. У меня больше не было сердца, но я жалел и тех, и других. Я был горячечным бредом, хитроумным замыслом и последней командой Пли, которые оканчивали жизнь моих братьев. Но я сам был недосягаем. Изменив меня, я из инструмента превратился в художника. Из писателя стал языком, предложениями, словами, буквами. Книги были моими памятниками. Когда они сгорали, умирала крохотная частица меня. Потом на смену им приходили новые. Меня невозможно убить, хоть я и не бессмертен. Подобные мне умирали и прежде. Кто помнит теперь языки народа Кри или о гортанном наречии такмеков? Но вы, я знаю, все равно попытаетесь нейтрализовать меня раньше, чем придет мое время. Такая у вас работа. Не то, чтобы меня это беспокоит. Нет, просто зеленый. Это звучит как-то вульгарно. Все началось с устранения одного заурядного скульптора, еще даже полностью не осознавшего свои способности. Такие дела для фонда всегда были мелочью. Поэтому никто не волновался, когда агенту во время операции по устранению требовалось отдать снайперу команду ПЛИ. А он сказал отставить. Появились поводы для беспокойства. Был сделан вывод, что молодой скульптор каким-то образом влияет на людей, пытающихся его убить. Был разработан новый план. По принципу плана инцидента 668А. Но он провалился из-за того, что в инструкции, выданной агенту по устранению, адрес был написан ошибочно. Ошибки в документах не такое уж и редкое явление для такой гигантской бюрократической машины, как организация. Потому это было списано на случайность. Хотя было странно, что сотрудник, написавший инструкцию, ранее ошибок не допускал. Вскоре SCP нарушил условия содержания, и нам встало не до юного скульптора. Его дело было передано ГОК и забыто. Каково же было наше удивление, когда ГОК спустя неделю опять связалась с нами и доложила о провале операции по устранению. Они утверждали, что скульптору кто-то постоянно сообщал о действиях ГОК. В результате чего он весьма эффективно скрывался от выслеживающих его агентов. Тогда это дело действительно заинтересовало организацию. И было решено отдать приказ начать слежку за скульптором. Но чтобы отдать приказ, надо заполнить несколько бумаг. И вот тут случилось то, чего никто не ожидал. Весь текст на бумаге был заменен повторяющейся фразой. «Оставьте мальчика в покое. Или гнев познайте вы мой. Давно я был приятным ветром. Сейчас же буду я грозой. С уважением тот, кого вы называете скульптор реальности». Слежку было решено отменить. После этого началась очень быстрая порча наших документов. Особые условия содержания заменялись романтическими балладами. Протоколы экспериментов мини-паймами. Что творилось в личных делах сотрудников и представить трудно. Мы поняли, что это был другой скульптор, каким-то образом переместившийся в инфосферу. С таким типом скульпторов фонды еще сталкиваться не доводилось. Да, мы встречали существ, целиком обитающих в инфосфере. Но представить, чтобы человек обладал настолько гибким умом, чтобы переселиться туда, было сложно. Мы попробовали встраивать в документы текстовые деструктивные мимагенты, но они на него не действовали. Да и при том он частично контролировал речь, вследствие чего знал о наших планах все. Мы уже были готовы пойти на переговоры с данным скульптором, но случилось непредвиденное. SCP-732 снова дал о себе знать. Притом он изменял именно те тексты, на которые влиял скульптор. Изысканные баллады о благородных рыцарях и прекрасных дамах превращались в глупые фанфики о свиданиях Айвеля с Айрес, а ироничные стишки в набор ругательств. Скульптор был буквально взбешен без церемонного вмешательства в свое творение. И самим фактом существования 732-го он начал быстро изменять пораженные 732-м участки текста, что в конце концов привело к их конфронтации. Битва скульптор с заразой из фанфиков происходила в личном деле сотрудника и продлилась недолго. Нам неизвестно, что именно произошло, но спустя некоторое время хаотичные изменения в тексте прекратились. Из бумаги, где происходила словесная битва, потекла кровь, позднее идентифицированная, как принадлежавшая исчезнувшему месяц назад поэту. Сделан вывод, что он был скульптором реальности. Устранение при помощи вспомогательных сил считается успешным. В личном деле сотрудника осталось только одно предложение. Не суйтесь туда, куда вам не следует.